Встреча в радость В телеграме 5011 участников на странице в экране, это прекрасно. Платформа в экране растет, развивается. Сейчас у нас планы развития следующий уровень, это онлайн школа Жизнь по Торе, чтобы каждый заполняет анкету и мы каждому помогаем выстроить его цикл уроков, чтобы в телеграме получать уроки, учиться, приближаться ко Всевышнему и получать счастливую, радостную жизнь. Которую можно получить только соблюдая духовные законы Творца Мироздания. Бог создал мир, Он этим миром управляет и только тот человек, который с Богом в хороших отношениях, может рассчитывать на все хорошее в этом мире. Потому что если идти против Бога, как можно рассчитывать на что-то хорошее? Хорошо, друзья. И вот, значит, мы продолжаем изучать 112-й. Сегодня у нас урок, мы заканчиваем уже книгу Равшава Маруша. Последние главы он нам объясняет глобально, как работает благодарность, как работают уже следующие этапы. То есть, как бы подразумевается, что человек, который практикует благодарность, вот мы уже практикуем больше 100 уроков с октября, например. Я помню, мы начали с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Вот мы уже февраль. В пятый месяц мы изучаем благодарность. И подразумевается, что тот, кто практикует благодарность в ежедневной жизни, он получает новый уровень жизни. Вот лично у меня так было. Действительно, вообще, ты за все благодаришь, у тебя прямо вообще со Всевышним любовь, со всеми любовь, все. Теперь, но дальше есть же сложности. То есть, нет такого, в этом мире все идет в сравнении. Все идет в сравнении. И, например, принцесса на горошине. Когда ей было очень хорошо, она была изнеженная принцесса, вдруг оказывается, что горошина под 20 матрасами доставляет ей страдания. И в этом мире, так Всевышний его устроил, сколько в этом мире людей, которые вообще не признают Всевышнего, делают зло, что и каждый человек, он может ошибаться где-то, он может где-то думать, что он делает добро, а на самом деле это зло и так далее. И, значит, этот мир формируется вот из этого вот двух крайностей, хотя все идет от Всевышнего. Это абсолютно четко, однозначно нет двух сил в мире. Есть одна сила. Это Всевышний, просто то, что мы называем злом, по факту, это его же проявление, которое помогает нам стать лучше. То есть это никак не отдельная сила. Зла нет отдельно от Всевышнего. Это один из его ангелов, да, одна из сил, которую он создал и сотворил в этом мире, которая нужна для того, чтобы было понятно, что такое добро. Темнота – это там, где нет света. Зло – это там, где нет добра. То есть это не разные силы. И вот, значит, дальше, когда, если приходит какая-то неприятность, да, человек сотворил какой-то грех раньше, потом на него через время приходит отдача, или приходит какое-то событие, он не понимает, он это с собой не связывает, но есть какая-то у него в жизни неприятность, и вот тут как раз и наступают сложности. И вот сегодняшняя наша глава начинается со слов, что именно об этом говорил и наш учитель Рабин Ахман из Браслова. В мире нет места никакому отчаянию. Нет отчаяния в мире. Главное – это не отчаиваться. И даже если тебе кажется, что что-то идет не так, то нужно благодарить Всевышнего и понимать, что нет, все так, все так. Так, Всевышний добрый, он меня любит, и он, значит, все так. Но он говорит, а почему нет отчаяния? Но есть ли действительно что-то плохое? Есть изъяны, которые трудно исправить. Человек совершил какой-то, не дай Бог, ужасный грех. И что? Он говорит о том, что на самом деле нужно верить, что преодолев отчаяние и уныние, укрепившись в радости, ты сможешь совершить раскаяние и в этом страшном, ужасном грехе, и достичь более прекрасного и великого исправления, чем даже если бы вообще не грешил. И дальше он дает такую очень интересную мысль. Он говорит, мы знаем от наших мудрецов, что всякая порча и искажение в мире, будь то изначальный грех первого человека, или грехи, добавляемые каждым из нас на протяжении поколений, после своего исправления превратятся в нечто гораздо более великое и прекрасное, чем если бы эти грехи не были совершены вовсе. Что он нам говорит? Какую вещь нам, как я понимаю? Кстати, это сегодня урок. Лилу Нишама Борух Бен Амрам, чтобы было ему там на небе хорошо, и чтобы молился за нас, чтобы было и у нас у всех тоже хорошо. Так вот, значит, начнем с первого человека. Вот Всевышний дает первому человеку, дает ему весь мир, говорит, все для тебя. Все для тебя, моря и океаны, для тебя, значит, рай, все для тебя. Значит, вначале первому человеку чего не хватало? Не хватало ему помощника. Не было ему с кем делиться своим счастьем. Он говорит, не хватает мне помощника. У всех есть помощники, каждая тварь по паре, а я один. Всевышний говорит, ладно, сделаю тебе помощника против тебя. То есть, есть переводят на против тебя, который всегда будет рядом с тобой. А есть помощника, значит, против тебя, что если ты будешь идти против меня, Всевышний говорит, она будет идти против тебя. Удостоишься, она будет помощник. Не удостоишься, против тебя. Вот это слово «напротив» жену, когда он ему создал, есть два вот этих объяснения. Или она всегда рядом, или она будет против, если ты будешь делать ошибки. Значит, первое, чего не хватало человеку, он говорит Всевышнему, мне не хватает. Он говорит, ладно, на, восполнил ему. Но потом, что началось, потом ему не хватало, приходит змей и говорит, эх, говорит, это Бог от тебя скрывает, что если поедите от этого дерева, он жене это сказал, станете как Бог, создающими добро и зло. То есть ты, Бог у тебя забрал ступеньку, когда ты можешь сам определять, что добро, а что зло. Потому что все-таки Всевышний же, он Бог, он Творец, потом человек, его отражение. Но он же Бог установил, что такое добро, что такое зло. А змей говорит, когда ты съешь от дерева познание добра и зла, ты сможешь сам определять, что такое добро, что такое зло. То есть ты сможешь, как бы, как сказать, до этого он не мог менять. Вот он видел, вот это добро, это зло, все. Никак он не мог там что-то придумать. А после того, как он съел от этого дерева, он смотрит там, на пачке сигарет написано, курение убивает. Но он говорит, ну, слушай, убивает, не убивает, а спокойствие мне дает. Значит, ну, не такое же это и зло убивает. Может оно, мало ли, кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Это называется вот этот вот момент искажения, которое появилось у человека, когда он съел от дерева познания добра и зла. Но почему он от него съел? Почему он совершил этот грех? А ему не хватало. То есть как только человек не принимает и не признает Всевышнего, да, и как только человек решает, что ему не хватает. Но реально-то Бог так создал мир, что нам всегда не хватает. То есть, но в этом и есть работа. То есть у тебя есть ощущение, что тебя не хватает, а ты говоришь, нет, а я посмотрю на полуполный стакан, мне хватает. То есть человек очень, как сказать, он устанавливает ту реальность, создает, в которой он живет. Но должен это делать по законам Всевышнего. В общем, пишет нам Равшалам Маруш, что из-за греха первого человека, из-за того, что каждый из нас добавляет грехи, и так было из поколения в поколение, то сейчас мы имеем тот мир, который имеем. Но мы имеем возможность исправить все это. И тот мир, когда он исправленный, он лучше, чем тот, который был изначально. Так вот он пишет здесь. Хорошо. Значит, напротив, благодаря раскаянию в этом грехе, он удостоится еще более чудесного и великого исправления. И так же и с человеком. Как есть такое понятие, ереда лицорахалия, спуск ради подъема. То есть, как это в жизни работает? Вот вчера мы, например, общались с одним человеком, и я говорю, сейчас я хочу на месяц стать вегетарианцем. Он говорит, зачем? Я говорю, чтобы опять почувствовать через месяц радость от мяса. Потому что, когда ты ешь все время мясо, то ты не можешь почувствовать радость от мяса, ты его ешь. Или там курица, она для тебя просто становится, ну, еда. А если ты на месяц делаешь перерыв, или хотя бы на неделю, то она для тебя совершенно как новая становится, да, как заново. Любое удовольствие или любую радость, если ты от нее отказываешься, то ты ее усиливаешь, она становится потом еще лучше для тебя. Теперь, значит, то же самое, когда человек отворачивается от Всевышнего, попадает в какую-то яму, в какую-то неприятность, и потом возвращается ко Всевышнему, исправляет свой грех, то вот это исправление, оно становится еще круче, чем если бы он этого не делал. Так говорит Тора, что там, где стоят исправившиеся грешники, праведники там не находятся. То есть ступень исправившихся грешников выше, чем праведников. Значит, теперь дальше он пишет, но все вот эти вот исправления и раскаяния возможны только, если человек, не впадая в тоску и уныние, остается в радости. Он может совершить раскаяние из любви к Всевышнему, а не по какой-то другой причине. И тот, кто совершает такое раскаяние из любви ко Всевышнему, то его уровень этого раскаяния, близости ко Всевышнему, такой, что это переворачивает все его грехи в заслуги. То есть это вообще какой-то сверхуровень. Он говорит, что тот, кто по часу в день предается уединенной молитве, называется раскаянием из любви. Ведь ты не ожидаешь, пока придет наказание, а каждый день пробуждаешься самостоятельно из любви ко Всевышнему, проводя час в уединенной молитве и раскаяния. Именно об этом и говорили наши мудрецы. У каждого, кто совершает раскаяние из любви, его злодеяния превращаются в заслуги. То есть он тут говорит, что если ты уходишь в лес, в поле, на природу, и час благодаришь Всевышнего за все, то через вот эту благодарность Всевышнему у тебя пробуждается любовь ко Всевышнему, через любовь ко Всевышнему ты приходишь к раскаянию, и через это раскаяние у тебя происходит раскаяние из любви, которое переворачивает все твои грехи на заслуги, то есть происходит какое-то невероятное исправление. Так, это его система, это система Брестов-Стихосидов. Они в это верят и они это делают. Теперь я, например, как-то пытался внедрить в себя эту практику. Я выходил, но я всегда, когда какую-то практику пытаюсь в себя внедрить, я начинаю по чуть-чуть. И вот я выходил, выходил, вот тут у меня рядом есть лес, возле дома я нашел время в начале 10 минут, думаю, будут сидеть, прям 10 минут, и, значит, нашел себе такое место классное, такой камень, большой камень, вокруг сосны, такие заросли, тут прям под домом. Ну, не под домом, идти, может, минут 10 отдавал. Начал туда ходить. Потом начали там, а летом в Израиле пожары, и в этом лесу начали расчищать место, чтобы были деревья далеко друг от друга, чтобы если пожар, чтобы не сгорел весь этот лес. И вокруг этого камня все вырубили, всю вот эту вот зелень, нижнюю такую, да, оставились только вот так, торчат сосны какие-то там, одна за другой, но как-то стало не очень там. И я как-то из-за этого прекратил, потом стало холодно, но я хочу восстановить эту практику, это очень крутая практика. Если у вас есть возможность, начните там с 5 минут, и можно по 1 минуте добавлять, просто сесть, посмотреть на травку, на природу, небо. Это как раз проявление Всевышнего в чистом виде, без искусственных вставок, которые делает человек. И вот эта природа, которая без искусственных вставок, ее звук, ее вид, ее ощущения. И, значит, когда ты берешь вот через это и начинаешь благодарить Всевышнего за природу, за то, что ты можешь это видеть, за себя, за свою жизнь, то за 5 минут, начать с 5 минут, можно прийти к какому-то вот этому ощущению, которое он описывает. Значит, вот кто-то пишет, задал вопрос в Ютьюбе, задею ли я, потому что у меня написано «Капина» с цветами. Не вся цветная надпись – это задею. То есть это «Я за Всевышнего». Всевышний написал прямым текстом в Торе, что тот, кто занимается мужеложеством, мод юмад, умрет он. То есть он умрет в этом мире, и у него не доля в мире грядущем, потому что он идет против природы, против Всевышнего. Я против, поэтому я за Всевышнего. Но если кто-то это делает, пускай он делает, это его какие-то личные вопросы со Всевышним, то есть я в эту тему не вхожу, но я за Тору. Тора против гомосексуализма. Гомосексуализма, значит, Тора за семейные отношения, муж, жена, дети, и в этом можно, можно в этом, ну, то есть не можно, это нужно. Так Всевышний создал мир, и так, если правильно подойти к вопросу, то человек будет не просто счастлив, а как бы это и есть совершенство, да, когда он сумел выстроить вот эти вот отношения, муж, жена, дети, по божественным законам. Хорошо, теперь, значит, дальше. Мы пришли, очень интересная сейчас глава, называется она «Глаз веры». Теперь он опять возвращается вот к базису, да, то есть он 12-я глава, 12-я, я думаю, 13-я тоже, он дает такие базисные уже вещи, не мелочи какие-то практически, объясняет, как система работает. Он говорит, вот чему учит простая вера. Даже если ты услышишь небесный голос, или к тебе придет пророк, и сообщать, что тебе нет исправления, ты погиб, лишен доли мира грядущего, что Всевышний тебя не любит, и все твои дела ничего не стоят, даже тогда следует укрепляться в вере, а вера говорит, что Всевышний любит тебя всегда, и все к лучшему, а зла в мире вовсе нет, тем более, если такое всего лишь твои мысли. Значит, он нас опять отсылает к истории с царем Хисхиягу, когда к нему пришел пророк Ирмиягу, ему сказал, ты умрешь и не будешь жить, и царь Хисхиягу сказал, заканчивая свое пророчество, и начал молиться, я знаю с дома отца моего, что даже если меч уже лежит на твоей шее, не переставай отчаиваться от милосердия Всевышнего, во Всевышний тебя любит, и он начал молиться Всевышнему, и выздоровел, прожил 15 лет, родил детей, то есть мы видим, что вот эта вот вера, простая вера во Всевышнего, и любовь ко Всевышнему, оно переворачивает, ну, переворачивает любые сложные ситуации. Теперь я вспомнил здесь сразу же, вспомнил царя Давида. У царя Давида было очень тяжелое детство, его изгнали из семьи, думали, что он незаконно рожденный, и он жил на каких-то далеких пастбищах, был он пастухом, и его братья, его отец, они его не признавали, и царь Давид, даже когда пришел пророк Шмаэль в семью царя Давида, Иша, его папа, был великий праведник, но у него были сомнения в происхождении Давида, и он, значит, к нему пришел пророк Шмаэль, сказал, что из твоего рода будет царь Израиля, и он ему показал всех своих детей, но царя Давида он даже не позвал с пастбища, то есть он думал, что это не его сын. Но пророк Шмаэль сказал, это нет, среди вот этих сыновей твоих нету царя, есть ли у тебя еще сыновья? Он говорит, есть один, но я не уверен, что это сын мой. Он говорит, зови его, его позвали с пастбища, и, значит, пророк Шмаэль сказал, это царь Израиля. Теперь, если мы откроем псалмы царя Давида, где его молитва, его разговор с Богом, там есть такой псалом, я не помню номер его, но он там говорит, «Ти авивы и ми азавуни, потому что папа и мама меня оставили, вэашем я асфени, и Бог меня усыновил». То есть, вот в то время, когда его изгнали из дома, он на пастбищах один ходил и пел, воспевал Всевышнего, благодарил Всевышнего, занимался не пять минут в день уединенной молитвой. У него был целый день, года у него были вот эти уединенные молитвы, когда он один на природе, пастух, он воспевал Всевышнего. 27-й псалом, «Потому что папа и мама меня оставили, и Бог меня усыновил». Я асфени на иврите прям слово, как усыновил, да. Так он говорит такую вещь, что вот этот момент, когда тебе кажется, что все идет против тебя, когда тебе кажется, что просто реальность тебя раздавливает. Если ты и в этот момент продолжаешь верить, что Бог тебя любит, и Бог тебя не оставит, то ты как будто бы попадаешь в другую реальность, и Бог тебя вытаскивает из любой ситуации, то есть не Бог тебя вытаскивает, ты с Ним соединяешься через благодарность и любовь, и ты как бы поднимаешься из этой ситуации. Теперь, и он дальше пишет, значит, «Поэтому можно написать на бумаге следующее. Даже если придет ангел и скажет, что нет тебе спасения и исправления, ты должен верить, что Всевышний всегда тебя любит и стремится тебе помочь. И ему больно от твоих страданий. И когда тебя будут преследовать горькие мысли, полные отчаяния, вытащи этот листок, прочти написанное и вспомни истину». И дальше он пишет, что вот этот вот момент веры, он может действительно, то есть тот, у кого есть вера во Всевышнего, что Всевышний все от Бога, и нет в мире зла, и Бог хочет тебе только добра, то он в любой момент, он может радоваться своей участи. Своей участи надо радоваться во всей полноте, со всеми ее трудностями, препятствиями, неудачами и остановками. Это и значит радоваться тому, как Всевышний управляет твоей жизнью. Поэтому праведник Ислонима называет способность радоваться своей участи самым великим и чудесным качеством, влияющим на сердце человека больше всех других качеств. И дальше тут есть отрывок очень интересный. Есть в Псалмах тоже, тут написано 16-й Псалом, 8-й отрывок. Есть такая фраза, «Шевите ошемленных гитамид, представляй Бога перед собой всегда». Ну, что ты перед Богом, что ты с Богом взаимодействуешь, то есть нет ничего, кроме Бога одного. То есть ты все время, вся реальность – это проявление Всевышнего, и есть ты, и есть Всевышний. И вот твоя граница с реальностью – это есть твоя граница со Всевышним. И когда ты принимаешь Всевышнего, то тогда, ну, а как можно не принять, если ты осознаешь, что все от Всевышнего, ты принимаешь его волю, и в этот момент ты с ним соединяешься. Так, был такой великим и мудрец Большим Тов, он говорил, что слово «шевите», как оно написано на иврите, оно «шевьон», вот современное есть такое слово, «шаве» – это «равно». То есть оно, можно его понять, от корня сравняться. То есть, все для меня одинаково, любое правление Всевышнего, любое отношение ко мне славят меня или ругают, вся пища для меня одинаковая, изысканное ядство или прочее, и так во всем, все для меня одинаково. Почему? Потому что Бог всегда передо мной, и тем самым дурное начало меня исчезает полностью, поскольку я знаю, что во всем происходящем со мной все от Него, благословенного. Если это правильно в глазах Всевышнего, то правильно и в моих глазах. И тот, кто наделен такой верой, ни в чем не ошибется. То есть, вот сейчас мне стало понятно, мне было очень непонятно 10 заповедей, вот это вот, ну, глава Итро была, как получили, скрижали, на них написаны 10 заповедей. И когда раздался голос Всевышнего, сказал, я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, не будет у тебя других богов, то у людей начали, их души отрывались от тела. Они не могли воспринять такого напряжения духовного и такого проявления Всевышнего. И они попросили Машарабейну, Моисея попросили, чтобы он говорил от лица веревского народа со Всевышним, и потом им все передал. И они сказали такую фразу, наасевы нишма, сделаем и потом разберемся. И вот эта вот фраза, наасевы нишма, она мне была непонятна, потому что, потому что, значит, они же не знали, какие будут остальные законы, они не знали, что Всевышний от них хочет. И вот этот момент, он был мне непонятен, но сейчас он мне стал допонятен. Он мне стал допонятен, потому что, когда ты действительно воспринимаешь Всевышнего Бога, Творца Мироздания, ты понимаешь, что Его волю ты не можешь не делать. то есть, он тебе дал, как игра такая, опция, что ты можешь думать, что ты можешь не делать волю Всевышнего. Но тот, кто понимает, что реальность, это Всевышний, он же не будет, ну, это надо быть идиотом, что я, я, типа, я смогу сломать реальность. Реальность нельзя сломать. Поэтому они сказали, сделаем все, потом будем разбираться, потому что у них и выхода этого другого не было. Они понимают, что все, что Всевышний сказал, надо делать. Иначе ты можешь временно не сделать, но тогда ты сам себе создаешь негативную для себя отдачу. Поэтому они сказали, сделаем, мы будем, а потом разберемся. И в этот шаббат была интересная история. Мы стоим возле, ну, там, где молимся, синагога, и там есть помещение, можно выйти на улицу, классная погода, солнце, и уже молитва закончилась. Мы вышли, стоим возле выхода, значит, солнышко, тут идет какая-то женщина, и женщина такая пожилая, лет 70, с такими палками, вот она идет, выглядит нерелигиозно, такая, ну, не одета празднично, как в синагогу люди ходят, такая с палками идет, пожилая женщина, и нам говорит, есть у вас там, а на шаббат, многие организации религиозные делают, как, ну, как газет, газеты такие можно назвать, да, листки с какими-то красивыми, там, к шаббату, относящимися к этой недельной главе, какие-то истории, какие-то там, в общем, делают разные листики, на русском, есть на русском, есть на английском, на иврите, много разных организаций, обычно в синагогах раскладывают эти листовки, и каждый, кто хочет там что-то почитать, берет себе и читает. И она говорит, есть на английском у вас такой листик? Я говорю, конечно, есть, пошел и вынес на английском, значит, то, что относится к недельной главе, и тут она говорит, какой самый главный отрывок в этой недельной главе? Сейчас глава была Мишпатим с Законы, а до этого выступал Равин в синагоге, и он начал свое выступление с фразы, что в этой главе самая важная фраза, которую больше всего знают в Торе, это на Севенишма, сделаем и потом разберемся. Это то, что они сказали на горе Синаи, когда получали Тору. Ну, я ей говорю, ну, значит, самая важная глава в этой, фраза в этой главе на Севенишма, сделаем и потом разберемся. Она говорит, правильно, говорит, а кто знает, где это написано в главе? Ну, мы стоим, ну, так до точности знать, в Торе же много как главах таких, протим это называется, есть большие главы, 52 главы в Торе, а есть протим это как, ну, абзацы, можно сказать, да, абзацы как бы разделено, но на такие абзацы, и у них есть номера. Значит, и дальше каждый отрывочек в Торе, у него есть свой номер, вот как, например, помните, там, Псалом 16, в ноябрите называются Псалмы Пэрек, Пэрек, значит, это отрывок, то есть каждый Псалом, 150 Псалмов есть в Псалмах Давида, и, значит, отрывочек, сам отрывок, вот это вот предложение, такого-то номера. Мы говорим, не знаю, мы сделаем, мы потом разберемся, какой-то Пэрек, какая глава, и какой отрывок. Она говорит, я вам сейчас скажу, вы легко запомните. Мы говорим, да, какой, она говорит, это 24 глава, 7 отрывок, 24 на 7, нужно соблюдать заповеди, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, значит, они сказали, на 7 и не шма, сделаем, и будем потом разбираться. Вот такая вот была история, интересная, в шаббат. Хорошо, теперь, значит, практические советы, как стать счастливым, с точки зрения Торы, Раф Зелек Плистин, и он нам дает сегодня такой совет. Он говорит, вот, часто люди в разговоре говорят такие вещи, например, каждый раз, когда я слышу вот эту свадебную песню, это приносит мне чудесные воспоминания. Или, когда я вижу эту фотографию, она напоминает мне о, там, таком-то событии в моей жизни, у меня прям дух перехватывает. Или, когда, дотрадиваясь до своих часов, я улыбаюсь, и это напоминает мне, как я выгляжу, когда я улыбаюсь в зеркало. Или, когда я, значит, когда я поднимаю мою правую руку и говорю, yes, I feel empowered. Это, yes, значит, да, я чувствую, как я мощность такая, empowered, наполняюсь силой. Он говорит, у человека есть такое свойство, то, что называется в науке, есть безусловные рефлексы, условные рефлексы, а в психологии, в НЛП, в нейроориентрическое программирование, это называется анкоринг, это называется якорение. Что в нервной системе событие какое-то, и эмоция, оно связывается с какими-то тридерами, и этот процесс обычно происходит неосознанно. Например, человек может приобрести фобию, одно какое-то неприятное событие, и у него фобия публичных выступлений, дальше у него всю жизнь, он видит публику, у него перехватывает горло. Но если позитивные, вот эти вот, не фобия, а якоря, например, песню он слышит, он под эту песню подрывается, танцует, видит фотографию, у него, значит, он вспоминает это. Видит он кофе, хочет пить кофе, и так далее. И он говорит, тот человек, который осознает это и знает, он начинает собирать у себя, создавать вот эти вот позитивные связи. Как только он себя хорошо чувствует, у него есть какое-то кодовое слово. Как только он полон энергии, он говорит, три, два, один, действуй. И так он, десять раз он сказал, в моменты, когда он был полон энергии. Потом он сидит такой, не может начать действовать. Он такой себе говорит, три, два, один, действуй. И вскативает, да. То есть, он предлагает нам здесь, на все позитивные эмоции, любовь, радость, воодушевление, создать у себя вот такие вот якори, напоминалки. Это могут быть, как у собаки Павлова, была еда, звонок, еда, звонок, еда, звонок. Это может быть звуковой якорь или какое-то слово. Это может быть визуальный якорь, да, например, вот я одеваю эту, choose happiness. Когда здесь написано, выбери счастье, то, я вижу эту надпись, то, мне хочется выбрать счастье. Я вспоминаю, что, какой стакан видеть, полуполный или полупустой, это чистый вопрос выбора. И так как я, уже мы сегодня 112 урок благодарности проучили, и уже четко доказано, что лучше выбирать полуполные стаканы, лучше быть благодарным оптимистом, чем неблагодарным пессимистом, лучше для всего, для будущего, для настоящего, для духовности, для материальности, для здоровья, для всего лучше. То, когда я вижу надпись choose happiness, я выбираю увидеть сразу же 10 полуполных стаканов, поблагодарить Всевышнего за эти полуполные стаканы, если есть какая-то неприятная ситуация, поблагодарить за эту неприятную ситуацию, потому что она могла бы быть намного неприятней. И если ты за нее благодаришь, то ты быстрее поймешь, что тебе делать, чтобы из нее выйти и больше в нее не попадать. То есть, совет сегодняшний Равзеля Гаплистина, дай Бог ему здоровья, и чтобы все было у него хорошо, спасибо огромное за книгу, что создавайте якоря, создавайте вот такие якоря, и будет все хорошо. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний нам продолжал давать добро, но чтобы мы больше видели это добро, еще больше его осознавали, еще больше были хорошими приемниками добра и передатчиками добра, и Всевышний, чтобы восполнил все наши потребности, которые только есть, очень правильным, добрым, здоровым, духовным путем, и чтобы мы действительно оценили то, что он нам дает, и распространяли добро вокруг себя, и в заслугу нашей с вами учебы, чтобы закончились все войны в мире, чтобы выздоровели все больные, чтобы все злодеи стали добрыми, а те, кто не станут добрыми, чтобы исчезли и перестали мешать добрым людям. Все, удачи и успехов, до завтра, с Божьей помощью, счастливо. Спасибо вам, что приходите на уроди, что помогаете в Айкра, что заполняете анкету, у нас есть сейчас анкета, мы все хотим завести в CRM-систему, чтобы начали у нас консультанты с вами работать и помогать каждому высылать, подключать, высылать и так далее. То есть мы сейчас очень хотим сделать следующий шаг в развитии платформы Вайкра, помочь каждому выбрать свой цикл какой-то уроков, знаний и ежедневно заниматься, изучать Тору. Счастливо, до завтра.